Синяя птица Новый герой и снова мальчик. Замечательный, светлый, скромный, с редким именем Леонид. При живых родителях ребенок не знает, что такое семья. Всю свою жизнь он провел в социальных учреждениях. Родным маме и папе Леня не нужен. Они лишены прав и не интересуются судьбой сына. Сейчас его домом стал социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних. Вот познакомьтесь, Леня, наш очень добрый, милый, ласковый мальчик. Мальчик опятный, аккуратный. Недавно он у нас научился заправлять кроватку. Мальчик очень общительный, тянется и разговаривает со всеми взрослыми. Он очень трудолюбивый, помогает нам мыть игрушки, расставлять все вещи, все на место кладет. Мальчик у нас любит играть с ребятами. Ему у нас очень нравится. Когда он пришел к нам, он недостаточно хорошо говорил. Очень трудно привыкал к режиму дня. Теперь это у нас самый-самый мальчик, который дисциплинированный мальчик. Самый такой положительный мальчик, который хорошо ориентируется у нас в помещении, в здании, общается с людьми, с нашими. Мальчик такой вот ласковый, поскольку к нему никто не приходит. Он как бы здесь освоился, считает себя полноценным членом нашей группы. Конечно, у нас не бывает такого, дети здесь разные, бывают дети где-то и ссорятся, и мирятся. Но они все любят друг друга. И Леня уже к этим правилам всем привык, адаптировался. Он любит играть в подвижные игры с сюжетами. Любит очень играть машинками, строить из кубиков, собирать пирамидку, шнуровками занимается для развития мелкой моторики рук. Ну, и еще он такой веселый, заботливый мальчик. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok А еще Леня серьезный и старательный мальчик. Любое дело доводит до конца. Но не только за это в коллективе его называют Ленечкой. Мальчика есть за что любить. Он искренне отзывчивый, добрый и очень хозяйственный. Такой настоящий мужичок всегда готов прийти на помощь. Это выражается даже в мелочах. Очень он трудолюбивый, очень трудолюбивый. Помогает нам мыть игрушки, обтирать пыль, складывать одежду, поворачивает прям вот кофточки, штанишки на изнаночную сторону. Он выворачивает, бежит за тряпочкой, убирает со стола, старается крошечки там смахнуть. На участке он у нас сгребает снег лопатками. Когда мы заходим, он собирает все инструменты, и лопатки, и санки везет. Все приносит, никогда ничего не оставляет. То есть порядок мальчик любит у нас. С ребятами он дружит, помогает. У нас появился маленький мальчик, меньшего ростяка, он о нем заботится. Помогает одевать сандалики, берет за ручки, ведет его умываться. Субтитры создавал DimaTorzok Вот такой вот хороший парень. Кстати, довольно общительный. В процессе съемок Леня попривык к нам и стал поддерживать диалог. Правда, не все удавалось понять. Говорить он начал поздно, и пока делает это не очень чисто. Но, по словам специалистов, проблему можно решить. Он начал у нас уже говорить, здесь недостаточно чисто говорит, но понятно, мы его понимаем, потому что мы каждый день с ним. И он начал говорить. Он принимает участие во всех наших праздниках, а у нас они часто проходят. Вот последний праздник был 8 марта. Посвященный он был кому? Маме, да? Леня там и пел, и танцевал. Ну, и рассказывал маленький стишок про маму. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Для своего возраста Леня достаточно самостоятелен, многое делает сам. Одевается, кушает, чистит зубы, заправляет кровать. Как и любой ребенок, он любит играть, читать книги, смотреть мультфильмы, собирать пирамидки и строить дома. А по-другому и быть не может. Ему три года, и сейчас он активно познает мир. У нас здесь созданы для мальчика прекрасные условия. С ним проводятся занятия, как в группе, как со специалистами. Также занимаются специалисты, логопеды, психологи. И поэтому за это время он стал любознательным, наблюдательным, с удовольствием занимается, любит рисовать. Освоил недавно прием примакивания и дню 8 марта рисовал в подарок маме красивые цветы. Ну и также он любит у нас и заниматься аппликациями. Вот прекрасные работы, которые сделаны вместе, конечно, с воспитателем. Вы потом можете показать. Все это мы работаем с ребятами. То есть достаточно устейчивый, да? На занятии он очень активный, устейчивый. Просит, чтобы ему неоднократно повторили, его обязательно спростили. Он освоил все цвета. Вот знает, допустим, умеет у нас считать. Ну, пределы своего возраста, конечно, да. Трех до пяти, вот он сейчас считает. Давай посчитаем, Леня, давай посчитаем. Один, говори. Громко. Сколько колечек? Всего три колечка, да? Ленечка, давай посчитаем картины. Картиночки, посмотрим. Один, два, повторяю. Три, четыре. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Во время съемок за Леней было интересно наблюдать. Он так радовался любому занятию, любой предложенной игре. Именно такими должны быть дети, непосредственными и искренними. Мальчик чувствует себя как дома здесь, поскольку он не помнит своей мамы, поэтому он порой нас всех взрослых называет мамой, он тянется, ему хочется иметь свою маму. И поэтому нам бы хотелось, чтобы он обрел семью, где бы его любили, где бы он развивался и со временем посещал, конечно, детский сад и забыл о днях пребывания он здесь у нас. КОНЕЦ 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 Продолжение следует...